Девушки отдыхают Твои белые Крош, нельзя так легкомысленно относиться к деньгам Их нужно хранить, вот так Деньги, ёжик, это же тебе не семечки Закапывай, не закапывай, все равно они вырастут Ну почему же, деньги даже очень могут вырасти Только, конечно, не в земле А где? Ой, деньги растут в дела Допустим, допустим, Копаточ строит мельницу Вы вкладываете свои деньги в строительство Вот Мельница начинает приносить доход И вы получаете прибыль Вот ваши деньги и выросли Ура! А нельзя сделать как-нибудь так, чтобы они выросли чуть-чуть побольше, а? Можно, конечно Для этого нужно найти такое дело, которое может принести суперприбыль Если не прогореть Если, если Кто не рискует, тот не выигрывает Пин, погоди, Пин Дело есть Копаточ, Копаточ, подожди У меня к тебе предложение Это будет великолепно Он должен взлетать Надо только топливо и будет гуд Очень, зер гуд Вот О, там где Осталось только одное крылья приделать Но нужен материал Вот Благодарю А вот так Ёжик! Мы с тобой денег заработали! Твоя доля Держи Здорово! Ничего не получаться Извини, Крош Так что? Мои деньги Они не выросли? Они сгорели? Как бывает Кто рискует, не всегда выигрывает Может, этот ваш спутник Как это можно починить? Ёжик, у нас с Пином для тебя есть Грандиозное предложение Имеешь все шансы получить Суперприбыль Риск благородное дело Но Решать вам Челки-иголки О, фу! Ой, фу! Ну все! Обратно я на этом вашем корыте не поплыву Обратно нам и никак Приплыли Кажется, мы попали на необитаемый остров Отлично! Можете поиграть в Робинзонов А я подожду спасателей А долго ждать-то? Ну, час От силы два Ёжик, ты что, не хочешь кокос? А я подумал Вдруг спасатели не сегодня приплывут Посажу лучше орех в землю А завтра из него два ореха вырастут Или три А они точно вырастут? Вырастут Наверное Должны вырасти Да пока ваши орехи вырастут Нас уже сто раз спасут Ёжик, давай откопаем наши орехи Ёжик Ого! Ёжик, а это ты здорово придумал Про орехи На завтра Ёжик, ты чего там опять? Солнце Боюсь, как бы дерево не засохло Да ты что, Ёжик Это же тропическая идея Рева А вдруг у спасателей выходной? Или мотор сломался? Мотор сломался Никак не мог вас спасать Ты молодец, Ёжик Что придумал сажать кокос В экономике это называется инвестированием Я-я Инвестирование Это когда вкладываешь деньги в какое-то дело А потом получаешь доход Гораздо больше того, что вложил А можно и не получать Это кому как повезет Рискованный Дело Хм Хорошо, что нам повезло С кокосами Самовар для Копатыча есть Гантели для Савунии Есть Акция Три рубля за штучку Пять рублей за кучку Купите творога Становись в ряд Самый лучший ананас Очень дешево для вас Яблоки 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 непростые Золотые Подходим Не стесняемся Нюша, ты чего тут? Пошли уже? Ой, барашек, подожди Давай купим Между прочим, сладкое Как мед Мы Яблоки Покупать не планировали Подумаешь, не планировали А если хочется? Двойная скидка Только сегодня А чего так Дорого-то? Пошли Подешевле найдем Но я их хочу Это дорого Одно не разорит Мы не можем себе этого позволить Но одно-то можем У нас план План Покупа Изменим Ничего страшного Копатыч Чего? Копатыч Принимай Самовар Вот спасибо вам, ребятки Ох, уважили Угощайтесь, ребятки Вот, берите И стесняйтесь Копатыч А ты почем обычно Яблоки продаешь? Так когда как? Ну и чихона Сколько уродилось? Кто же их задорого купит? Ну может Кому-то Деньги некуда девать Хе-хе-хе Во-во Хе-хе-хе Хе-хе-хе Хе-хе Ну бывай Копатыч Нам еще Другие покупки Разносить Ну счастливо Ребятки Так я не поняла Мы что, переплатили, что ли? Хм Эх Лучше бы мы ананас купили А теперь вот и денег Совсем не осталось Думать надо прежде Чем что-то покупаешь А не после Ой Тьфу Вот То, что нужно Ох Сколько Сколько Желаете взять кредит? А? А можно? Пожалуйста Ознакомьтесь И распишитесь Итак, приз за лучший костюм Получает Принцесса Нюха Ай, молодца! Поздравляю, отличный костюм Ну, и какая же фея Подарила тебе это платье? Какая там фея В кредит купила Вот! Да, но как же ты собираешься Отдавать свой кредит? Ты читала договор Так его что? Отдавать нужно, что ли? Здравствуйте Вам тут персонал Требуется? Мать Хаааах Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз я выкрутилась, в следующий раз буду внимательнее Иногда, чтобы стать принцессой, приходится немножко побыть с Волушкой Молодец! Молодца! Браво, Нюша! Банк – это тот же магазин, только продаются в нем не вещи, а финансовые продукты Хм, и как же их покупать? Как и все остальное? С умом! Вот представь себе, что ежик купил новый кактус Очень редкий кактус Ой! Что это, ежик? Не знаю, он сказал, это то, что мне нужно Кто он? Да, ботаник один, Плутона А это что? Бумажка какая-то, Плутонянин дал Ежик, это не бумажка, это договор между потребителем и поставщиком товара Между кем и кем? Между кем и кем? В нашем случае между ежиком и ботаником Договор нужно внимательно изучать, прежде чем соглашаться Казус обыкновенный? Ха, ежик, так это даже не кактус Причем читать нужно даже то, что написано мелким шарифтом Кормить лягушками? Ой, нет Это мне не подходит Вот-вот Если с Плутона товар ты купил Жизнь на земле не зря ты прожил Но если ты вдруг передумал И если договор это не воспрещает Ты имеешь право отказаться от товара или услуги Простите, пожалуйста, могу ли я обвинять этот казус на кактус? А если поставщик не желает отвечать, ты можешь обратиться в суд А кто это не желает отвечать? Я просто задумался немножечко, так что вы хотели? Кактус? Кактус Пожалуйста Ваше право Ха-ха-ха-ха Ура Ёжик, ты проверь там Все иголки на месте Можете не сомневаться Ага, так Ну-ка посмотрим, что у нас тут Просто следите за соблюдением своих прав и интересов Никогда не купите казус В мешке Таким образом перед нами феноменальное явление природы Всеобщее Всеобщее и полное затмение А когда оно кончится-то? Науке это неизвестно Хорошо, что есть электричество В рамках Врачи Мне тоже Врачи Врачи Я тоже Врачи 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 Стойте, стойте, освещение отменяется Что значит отменяется? Взгляните на эти счета Мы не сможем оплатить всю эту иллюминацию Ой-ой-ой, за электричество надо оплатить Мы что, теперь в темноте будем сидеть? Никто в темноте сидеть не будет Это было в дни моей молодости Я тогда плавал с друзьями по морям Ну и скопил немного, на черный день Это что ли? Оно самое дружище, валяй, вытаскивай Этого хватит, чтобы оплатить наши будущие счета Более чем Оп, непорядок Укуси меня, пчела Закончилось И как это ты, Карыч, догадался сбережения сделать? Без них бы мы пропали Ерунда, дружище Обычная предусмотрительность Никогда не помешает иметь кое-какие деньги про запас Ну, знаешь, на черный день Премию лучший из лучших За выдающиеся спортивные достижения Получаем савунья Хочу поблагодарить всех своих друзей Это премия и ваша тоже Поэтому потратить ее мы должны все вместе Браво! 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 Итак, ваше предложение Как мы распорядимся этими деньгами? Надо купить много-много всего красивого Два автомобиля, десять телефонов, сто платит! Нашей премии на это не хватит! Аттракционы! Прожектора! И музыка! Найт, невозможно! Придется много платить за электричество! Каждый день! Верно, верно! Для этого нужен постоянный доход! А премия у нас только одна! А давайте купим белый рояль! А черный уже сломался? Друг мой артистичный А как вы будете играть сразу на двух роялях? Спрятать эти деньги и забыть, чтоб не мучиться! Все деньги прятать, конечно, не надо Мы спрячем только час На черный день А остальные Потратим на что-нибудь Нужное Принятые! И полезные! Самунья! А может быть, все-таки карусели купим? На какие деньги? Премия не резиновая А вдруг тебе еще разок премию дадут? Что значит вдруг? Такие премии раз в жизни дают Ничего-ничего, Ёжик Вот мы с тобой как натренируемся И тоже премию получим Для того, чтобы получить премию Надо больше трудиться И премию сразу Не всю сразу Еще чаю Поговорю Ёжик, я всю ночь думал и понял Хватит нам деньги копить Пора тратить Здравствуйте Привет А это кто? Это мой страховой агент Я решил застраховать свое имущество Ёжик, ты что, уже начал тратить? Без меня? На что, Ёжик? На страховку Страховку? А чего страшного-то? Ты чего-то боишься, Ёжик? Ну, мало ли, что может случиться Позвольте, я объясню Разумный человек старается защитить себя От неприятных ситуаций Которые могут произойти в жизни Если, к примеру, ваш дом накрыло цунами А вас при этом унесло в открытое море То хорошо, если вы предусмотрительно Прихватили с собой свистки атаку И, конечно, сигнальные ракеты Если самолет, подобравший вас вдруг, начинает падать О, мой Бог! То хорошо, если вы предусмотрели взять с собой парашюты Давай А если вы вдруг остались без дома и без самолета То хорошо, если вы предусмотрительно застраховали свое имущество Тогда страховая компания выплатит вам деньги Чтобы купить новый дом и самолет Скажите, а могу я тоже застраховать свое имущество? Не то, чтобы я боюсь Просто хочу быть предусмотрительным И защититься от неприятностей Ну, разумеется Понимаешь, Лосяш, нам нужен скутер А денег мало Я предлагаю купить лотерейный билет Ага, потратить последние деньги и ничего не выиграть Я предлагаю копить Ага, и купить скутер на свой столетний юбилей Лосяш, как лучше-то? Вам нужно составить финансовый план Шаг за шагом его исполнять Не забывать о своей цели И в итоге у вас все получится А финансовый план, это как? Ну, представьте себе, что вы играете в игру На последнем уровне скутер Вы проходите уровни Зарабатываете деньги Не тратите их на всякую ерунду И упля! На последнем уровне получаете то, что хотели А нельзя сразу? Нельзя! И потом, друг мой торопливый Для чего вам скутер зимой? Не тратим на всякую ерунду Помнишь? Ежик, не забываем о своей цели Його! Фу! Ёжик, а что там у нас дальше по плану? Снегоход. Что же ещё? Лосяш, да меня вообще там не было. Она как жахнет. А кто ж телескопы на дороге-то расставляет? Лосяш, а ты чего такой спокойный? Если вы, мой друг, последуете по моему пути, вы тоже обретёте спокойствие. А что за путь-то? Секреты йогов, да? Да ничего подобного. Просто я застраховал свой дом и научное оборудование от неуравновешенных кроликов. Если с ними что-то случится, страховая компания возместит мне убытки. И теперь спокойствие поселилось в моём сердце. Лосяш, страховка – не вариант. Я вот ёжика послушал и застраховал свой дом. На случай метеоритного дождя. Очень предусмотрительный шаг. Застраховал, ждал, беспокоился. А дождя-то и не было. Только зря деньги потратил. Страховка, друг мой непросвещенный, это не инвестиция. Она не должна давать прибыль. Она должна давать спокойствие. О! Ёлки-иголки! Дождь! Метеоритный! Вам не о чем беспокоиться, друг мой забывчивый. Ведь вы, застраховая свой дом, помнится, как раз на случай метеоритного дождя. О! Точно! Точно! Чувствуйте, как спокойствие наполняет вас от хвоста до кончиков ушей. Чувствую, учитель. Ёлки-иголки. У меня аж там шалаш во дворе остался. Незастрахованный. Шалаш – это не дом. Его восстановить не так сложно. Так что лучше вам вдохнуть поглубже, расслабиться и успокоиться. Мы живем в бурно меняющемся мире. Катастрофы подкарауливают на каждом шагу. Именно поэтому надо постараться обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем. Друг мой аскетичный, а почему вы никогда не берете компот? Он прекрасен. Экономлю. Мы ждем на Марс. Осенью на Марсе состоится научная конференция. Биби будет делать доклад. Я должен лететь к нему на Марс. Туда очень дорогой билет. Я все посчитаю. Если целое лето откладывать деньги, осенью как раз будет хватить на билет. Это былоло лето. А-а-а. Я хочу! А-а-а. О, Найн. Угощайтесь. А как же Марс? Все отменяется. Керосин подорожал, билет подорожал. Я не успевает накопить к осени. Невозможно. Нет ничего невозможного. Банковский вклад. То, что тебе нужно. Кладешь деньги в банк. Банк ими пользуется и тебе за это платит. Даже если цены выросли, на билет все равно хватит. Сбережения ведь тоже прирастают. Гуд. Ну, что я говорил. Как раз хватило на билет. Данки, Данки Шон. Друзья мои. Пассажиров рейса Земля-Марс просит подняться на борт космического судна. Не забудьте прислать отчет о работе конференции. А где компот? Знаете, коллега, меня друзья с Плутона давно звали в гости. Я все думал дорого, но может мне открыть банковский вклад? А в самое ближайшее время ожидается резкое похолодание. Снегопад. Одевайтесь теплее, не то замерзнете. О, укуси меня, пчела. Нюша, здорово. Не знаешь, где бы тут одежку прикупить зимнюю. Хм, пошли. Вот, здесь все самое модное в этом сезоне. А чего же это оно столько стоит, а? За модное, Копатыч. Платить надо. Абсолютно несовременный подход к решению проблемы. Чудо техники. Костюм с электроподогревом. Стоит копейки. Греет на миллион. А если это батарейки исчадут? Поменяйте. О, то, что нужно. Беру. Сдачу возьмите. Дайте еще две. Внимание. Оп-ля. Аккумулятор полетел. Ерунда. Надо просто заказать новый. Я загоню. Как, Копатыч, а тебе что, совсем не холодно? Неа. Представляете, аккумуляторы для этой штуки стоят, как самолет. И летят так же быстро. Апчи! Могу предложить такую вещь. Дешево и сердито. Главное, не замерзнешь. Оно, правда, не супермодно. И безо всяких там электронных штучек. Ничего. То, что нужно, коллега. То, что нужно. Ой, вот и чертю-тю-тю. А кто у меня тут такой хороший малыш? Будешь моим питомцем? Чем ты собираешься его кормить? О, финиками! Спасибо, Савунья! Выручила! Мышарик! Финики есть? Что вообще происходит? Питомец! Понимаешь, он подрос, а у меня финики кончились! Тебе придется продумать свой бюджет, так? Чего-чего продумать? Чтобы учесть ежедневные расходы на финики! Бюджет! Доходы и расходы! Если питомец каждый день будет съедать мешок фиников, тебе каждый день нужны будут деньги, чтобы эти финики покупать! Понимаешь? Ага! А где эти деньги взять? Заработать! Малыш! 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 Поставь его на место! Этого мы не учли! Если он будет все время расти, то фиников, а значит и денег, надо будет каждый день больше! Твой бюджет этого не выдержит! Как думаешь, он будет еще расти? Ничего! На финики мы себе заработаем! Пускай растет! Наш бюджет это позволяет! Говорю тебе, нефтедобуча – дело верное! Надо вкладываться в этот проект! Не для того! Мы столько времени копили деньги, чтобы ошибиться с проектом! Если инвестировать в интернет-компании, прибыль может быть гораздо больше! Вложиться нужно сюда! Может быть, может не быть! Чего гадать-то? Во! Дело верное! Не учите меня инвестировать! Хм! Хе-хе! 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 Ты чего тут бегаешь? Хе-хе! Помоги-ка, вот лучше сумочки донести! Копаточ – совершенно финансово безграмотное животное! Хе-хе! Я ему говорю! Хе-хе! Хе-хе! Инвестировать надо в интернет! Хе-хе! А он хочет все наши деньги вбухать в какую-то добычу! А чем тебе добыча нефти не нравится? А вдруг нефть кончится? Это очень рискованно и просто неразумно! Неразумно, как… как… как распихивать покупки в кучу корзинок! Хотя все они чудесно поместились бы в одной! Моя бабушка в детстве учила меня никогда не класть все яйца в одну корзину! Вздор и дремучие су… су… суеверие! Ваша бабушка… Что, моя бабушка? Ой! Ага! Вот сейчас бы все яйца разбились! Хе-хе-хе… если бы я бабушку не слушала! Феноменально! Надо же просто разделить риски! Да вашей бабушке следовало бы дать Нобелевскую премию! Эврика, друг мой несговорчивый, решение найдено! Какое там еще решение? Мы будем делать инвестиции по закону корзины! Да, Лосяш, здорово ты придумал, что деньги надо в разные проекты вкладывать! Ну, вроде как яйца в разные корзинки! А то б сейчас прогорели! Да, нужно признаться, мой проект прогорел! Правда, и доходы по вашему проекту растут очень медленно! Эй, ну так нам и не к спеху! Хе-хе! Хорошо, что мы не стали вкладывать в проекты все сбережения! На прожитие-то мы с тобой тоже кое-что отложили! Закон корзины! У меня идея! Мы меняем маршрут! Что это? Подари-ан! Крош, ну это невозможно Мы столько готовились к нашему путешествию Мы все продумали Ёжик, ты пойми Говорят, Падериан – самая вкусная вещь на Земле Мы должны его попробовать А как же большой водопад? Ты же мечтал его увидеть, помнишь? Эх, водопад никуда от нас не денется А Падериан прямо сейчас поспел Мы уже все деньги потратили, снаряжение купили, лодку Да Падериан в джунглях просто так растет, забесплатно А лодка нам как раз пригодится Раз-два, раз-два, думай о Падериане Раз-два Я же говорил, наша лодка не годится Для морских путешествий Помогите Сос! Все нормально, Ёжик Мы почти у цели Воды Воды Шлем? За бутылку воды? Да этот шлем как целый бассейн стоит Это он раньше стоил дома А здесь вода дороже И как мы будем искать этот твой Падериан? Друг! Слышь, друг! Ты не знаешь, где у вас вот это вот растет? Мир бери, Джо! Ух ты! Что? Заплатить? Эх, а еще друг называется Да ладно, Ёжик, отдай ему Он честно заработал Та-та-та-та-та-та-та-та М-м-м-м-м-м-м Ёжик, ты понял, какая классная штука Падериан? Заметь, абсолютно бесплатная Я понял только, что большой водопадech мы увидим не скоро А Падерианы, они кому бесплатные, а кому очень даже платные Бараш, ёлки-иголки, когда ты себе купишь новый зонтик? Пора уже Ничего не пора, отличный зонтик Хотя, наверное, пора Бараш, а может водолазный костюм купишь? Или дождевик, а? Нет, я куплю зонтик Я решил Обратите внимание, если вы когда-либо видели просто хороший зонт То наш зонт в три раза лучше Подцветка купола, встроенный плеер и три видеокамеры Ух ты, крутая штука! Бараш, надо брать! А стоит-то он у вас, мимо? В три раза дороже Конечно! Но он того стоит! Спасибо! Я не хочу платить за то, что мне не нужно Я поищу просто хороший Только у нас, только сегодня Вы можете приобрести три зонтика по цене двух Бараш, раз уж ты такой жадный, это как раз для тебя Я не жадный, я рассудительный Зачем платить за два зонтика и покупать три, когда нужен всего один? Как хорошо, что вы пришли, остался последний зонтик по фантастически низкой цене Чего это он у вас такой дешевый? Бараш, ну ты зануда, бери пока даю Нет, погоди Покажите-ка мне ваш зонтик Так он же у вас не закрывается Кто ж знал, что вам захочется его закрывать А они что у вас? Какие-то специальные, да? Нет, просто хорошие зонтики А что, они по фантастически низкой цене? Нет, обычная цена хорошего зонтика А, тогда, тогда дайте мне это Эх, Бараш, лучше бы водолазный костюм купил Когда твой зонтик порвется, выберешь сам то, что тебе подходит А я выбрал то, что мне нужно Отличный зонт Ну, как? Хватает? Ага, ну, вроде бы, теперь должно хватить Наконец-то Накопили, елки-иголки Вот, она такую хотела Это ж надо Столько денег отдать за какую-то электрощетку День рождения не у тебя, а у Нюши О, смотрите-ка Принимаем банковские карты При оплате кредитной карты Смешбанка Губная помада в подарок Это ж тоже получается И деньги тратить не надо О, у меня же есть такая карта Мне в банке оформили две карты Про одну из них сказали, что она кредитная Давайте заплатим кредитной картой А наши денежки останутся с нами Да еще и второй подарок для Нюши получим Мне кажется, что здесь что-то не так Если кажется, ежик, посмотри в Википедии Повезло нам И подарок купили И денежки сберегли Крош, я посмотрел в Википедии Банковскими картами можно рассчитываться так же, как и деньгами Но вот за покупку с помощью кредитной карты Нужно будет отдать деньги банку Что, правда, что ли? Ну, конечно Кредит не подарок Его нужно возвращать К сожалению, вы слишком долго к нам не приходили Теперь вам придется не только вернуть банку деньги Которые он одолжил Но и заплатить проценты за пользование кредитом Отлично Теперь вы банку больше ничего не должны Да Не очень-то мы сэкономили Скорее заплатили лишнего Привет, мальчики Спасибо за подарок Я, правда, хотела маникюр-машинку Ну ничего На Новый год подарите Интересно Сколько стоит эта маникюр-машинка? Так-так-так-так-так-так-так Заказать гантели? Взяла Имбирь Не забыла Заказать Винты Два штука Стартер один Заказать Интернет-доставка Заказать Ой Ой! Ты бы, это, осторожней! Правила безопасности! Надеюсь, о своей безопасности в интернете вы тоже позаботились? О чём ты и говорить? Какая там опасность? Дело в том, что... Хм! Ёлки-иголки! Вот так! Что ещё за шар-экспресс? Шар-экспресс? Вы можете себе это позволить! О, ну-ка, ну-ка! Шар-экспресс! Фантастич! Почти даром! Заказать! Ответить на несколько простых вопросов? Да, пожалуйста! Ваш любимый цвет! Ха! Ваш любимый чай! Малиновый! И номер вашей банковской карты! Хм! Двенадцать три четыре четыре ноля! Что? Интернет-доставка запаздывает? Просто шар-экспресс! Жульнический сайт! Я сам его создал! Что?! Цвет... Оранжевый! Чай... Малиновый! Данные банковской карты Последние цифры четыре нуля! О, найн! На примере шар-экспресса Вы убедились, что можете стать жертвой мошенников! Никогда не пользуйтесь услугами подозрительных сайтов! Никогда не сообщайте личные данные неизвестным! Ни в коем случае не переводите деньги ненадежным продавцам! Записали? Да! Выучите! Мышарик, а деньги-то нам вернешь? Хм... Я-то верну! А вот мошенники такого никогда не сделают! Ёжик, почему деньги всегда кончаются, когда лимонаду еще хочется? Знаешь, Крош, я работать устроился! Садовником! Чтобы каждый день были деньги на лимонад и вообще, чтобы делать что-то красивое и нужное другим! Давай со мной! Садовником! Вот если бы подводником или футболистом! Тут надо подумать, Ёжик! Если надумаешь, приходи! Крош, а я тебя везде ищу! Я должен открыть на твое имя банковский счет! Распишись! Ты получил наследство от восьмиюродной тетушки! Наследство? Вот это да! Теперь получается и работать не надо! Что за... Что за... Все что ли? Кончилось? Недостаточно средств! Недостаточно средств! Недостаточно средств! Как так? Кончились! Да вот так! Ты все свое наследство потратил! Деньги кончились! Это была самая большая цистерна лимонада на свете, Ёжик! И все равно он кончился! Крош, так всегда бывает! Если только тратить и ничего не добавлять, все что угодно закончится! Хоть деньги, хоть лимонад! Тебе купить? Так у тебя деньги кончатся! Ничего! Завтра еще заработаю! Кстати, как тебе работа, Ёжик? Кем ты говорил? Сапожником? Садовником! А знаешь, Ёжик, я решил, пойду с тобой работать! Это же здорово! А еще и деньги будут на лимонад! Можешь подтолкнуть! Бесполезно! Я этот машин знаю! Нужен эвакуатор! Эвакуатор сюда забесплатно не поедет! О, нихт проблем! У меня с собой карта! Сейчас сниму деньги! Банковская карта! Величайшее изобретение после алфавита и обуви на липучках! Катастрофа! Я забыл код! Просто надо набирать все цифры по очереди! Рано или поздно угадаешь! Ни в коем случае! Если трижды набрать неправильный код, карта будет заблокирована! Надо было Пину свой код прямо на карте записать! Тогда бы точно не забыл! Категорически недопустимо! Пин-код – это ключ от твоего банковского счета! Если ты потеряешь карту вместе с пин-кодом, этот ключ может попасть в руки мошенников! Записывать код лучше в секретном месте и секретными знаками! А лучше всего код запомнить! Я всегда так и делаю! А сейчас помнишь? Помню! А ну скажи! Ни за что! Никому нельзя сообщать свой код! Даже лучшим друзьям! Ура! Компрессия! Я вспомнил секретный формулу, чтобы вычислять мой код! Никто не должен видеть, как набирается пин-код! Я, когда у меня будет карта, обязательно запишу код на секретной бумажке Тайными буквами, а потом его выучу, а бумажку съем Бумажку как раз есть не обязательно